Больше 20 тысяч детей в этом году выпустятся из детских садов Новосибирска. Это рекорд для мегаполиса. На освободившиеся места придут новые ребята. Комплектовать группы начнут уже с 1 марта. В этом году работу продолжит сервис «Электронный детский сад». В чем его преимущество, выяснила Екатерина Стывко. Подготовка к детскому саду не менее важна, чем подготовка к школе, да и начинается она значительно раньше. В этом году комплектовать детские сады, формировать списки ребят и рассылать путевки начнут уже в среду, 1 марта. Места предложат всем ребятам в возрасте от 1,5 до 7 лет. Путевка придет в системе «Электронный детский сад». Что дает эта программа руководителей? Ну, во-первых, простота и удобство, как я сказала, в том, что на сегодняшний день у нас есть возможность у руководителей увидеть движение выпускников. Те, что идут из списка распределенных из очереди. Дальше мы можем увидеть список детей, что были по программе распределены к нам в детский сад. Дальше мы можем увидеть внешние переводы и внутренние переводы. Внешние переводы – это те дети, которые переходят из других детских садов в наш детский сад. Удобна система и родителям. Не надо идти за бумажной путевкой, исключена путаница. Информация о зачислении ребенка попадет напрямую в детский сад, а родители получают уведомления на госуслугах в СМС или через звонок от учреждения. Мы надеемся, что в 2023 году прирастем новыми детскими садами. Прежде всего, это очень крупный сад на микрорайоне Родники на 320 мест. И сегодня у нас застройщик микрорайона по улице Островского готов построить и передать в муниципалитет еще один новый детский сад. Проектной наполняемостью 150 детей. Сегодня в очереди около 18,5 тысяч детей. Мест в детских садах хватит. Комплектование продлится до 31 августа. Уже в июне первые ребята смогут пойти в садик. Екатерина Стывко, Екатерина Новгородцева, Алексей Зубила. Новость ОТС.